Здравствуйте, ребята, наши гости, уважаемые. Сегодня мы собрались в 9-20-й день февраля днём отечества. И сегодня наша тема, она не напрямую связана с нашими личными союзниками, которые есть на армии и вхозом, но более-таки ключевые работают с информационной войной и воздействия информационной технологии на молодежь, на возраст, на взрослых. Все мы в одном информационном поле находимся. Поэтому я хочу вас удалось представить Дмитрия Тарана, автора и ведущего телепрограммы «Информационная война», который доброжелательно согласился, принял наше приглашение. То есть более сильную тему, более глубокую, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, да. Ну, пока подходит, я так пару вступительных слов. Значит, за мной я длительный таран. Я, кроме того, что я сейчас работаю на ТРК, как ведущим информационной войны, такое название, я до этого был генеральным директором Ялотинской киностудии с 2006 по 2010 год. Через мои руки прошли, например, такие российские картины, как «Сыгнать моего острова», «Пассажирка головы». Наверное, продюсером с украинским турнаментом страны, а практически Ялтинская киностудия была сон-продюсером, ну, примерно 60 картин за 4 года мы сняли. Вот все, что у них были с 2006 по 2010 год, прошло через мои руки. Но к теме сегодняшней программы это относится так посленно. Вообще, по базовому образованию я военный аналитик. Я закончил военное училище, факультет радиотехнической разведки и главного образовательного управления генерального штата. И в принципе, вот эта тема, которую я по телевизору вещаю, и ради которой мы с вами сегодня встретились, вообще в каком-то десяточке. То есть это моя основная профессия. Это не только воевать с предприятием автомата Калашникова, а думать и передумывать противника. И самое главное, с чем мы столкнулись, понимая состояние, в котором, например, после присоединения, возвращения к Крыму в состав России, то, что за последние 25 лет произошел перехват управления вообще молодого поколения. Общество, которое развивается динамически, которое имеет цели, которое имеет правильную враждаемость, которое, например, воспитывает людей в 24-м годах уже с человеческим типом психики. Мы сейчас поговорим о психологических возрастах. Это общество, в котором существует связь между поколениями. Ну, то есть люди, которым 40-45, они что-то в жизни умеют, но при этом сейчас такая ситуация, что они для молодежи не авторитетны. Перепад управления происходит на разных этапах, на разных уровнях. Это телевизор, это глянец, это интернет. И там получается информация более примечательная, более интересная. А все, о чем говорят люди старшего поколения, это как бы лукные, неинтересные, невкусные, пожеланные, невкусные. И вообще идите до свидания. Происходит разрыв. В результате чего люди, которые обращаются к вашему поколению, они на самом деле имеют раз больше 2. В результате, оно вроде бы и ничего, но в результате, по прошествии лет, выясняется, что мальчики, например, нажирают до 35 лет, не имеют семьи, не имеют детей, не имеют предприятия, не состоялись как самодостаточные мужчины. Девочки, например. У многих девочек 30-ти годов такая есть планочка, называется Child Free. А зачем мне дети? И так далее, и так далее. В результате в долг, через одно, через два поколения, люди, которые осуществили переплату на долг поколения, приводят ситуацию к тому, что рождали на спады, у людей нет своих целей, они вообще не знают, что они в жизни хотят. И вот, собственно говоря, это основной смысл любого информационного воздействия на любое население. И прежде всего, на, конечно, молодое поколение. Вот эти выступления, я не первый раз с вами, я в первый раз знакомлюсь, я в Бакрек-Колледже выступал перед старшеклассниками седьмой школой, первой гимназией. Школьники задавали интересный вопрос. Дело в том, что они прожили, что получается, выпускники, они прожили 10 лет под флагом Украины, при этом они родились не в Советском Союзе. То есть для них, например, что такое 1954 год, это вообще, ну, во сколько, они не знали, им об этом не говорили. Они, например, не знали, что Крым вообще-то русская территория родится. И она была передана, в общем-то, хитро Украине в 54-м году. Они родились уже при Украине. И, соответственно, задают вопрос. А почему меня украли родину? Хороший вопрос. В принципе, логичный. Нельзя человека обвинять и говорить, что что такое вот прям. Не соответствует реалиям сегодняшнего дня. А на самом деле мы-то, прожившие... Ну, я родился в Советском Союзе, принимал присягу воинскую в 83-м году и присягал я Советскому Союзу. Украина входила в состав большой страны. Юридически эта страна никуда не делась. Она на самом деле замаскирована, замаскировалась. Украина вообще не имеет границ утвержденных ООД. Такая экспериментальная территория, на которой, в общем-то, транснациональные корпорации делали пару экспериментов. Но при этом перехват управления осуществился молодого поколения такой, что все люди, которые скакали на Майдане, в основном, с вами, процентов на 60, это студенты или в ВУЗах. А ВУЗы у нас тоже очень хитро за последние 25 лет. Кстати, в России так самоизвестно. ВУЗы после распада Советского Союза американские спецслужбы, они сделали так, что все ВУЗовские программы, они финансировались из-за ВУЗа. Буквально до недавнего времени, когда была принята программа, связанная с иностранными ООН. То есть организации, неправительственные организации, которые могут финансировать обучающие программы ВУЗов, их начали потихонечку выдавливать. А до этого получается, что все наши студенты, которые идут на престижные профессии, это юристы, это силовые структуры, это прокурорские, митровские и так далее. Это люди, которых воспитывали под западным глупаком. Это люди, которые в Москве у них настроены на то, что запад это хорошо, а здесь пражка, здесь вот все не так, там делают айфоны, здесь ничего делают, не делают. Там делают мерседесы, а здесь делают плохие вазы и так далее. И так далее происходит. Картинка мира смещается в ту сторону. Особо выдающихся отбирают, отбирают, везут туда учиться, они возвращаются и становятся проводниками западных ценностей. Ну, казалось бы, что-нибудь плохого, но на самом деле весь смысл сводится к тому, чтобы на этой территории, когда ваше время придет управлять страной, все управляет сейчас. Да, нормально. Ага, нормально. Да, ну то есть где-то лет 10, 15, 20, и вы начнете, то есть вам передадут устойчивость и совету управления этой страной. И если у вас в голове не будет знаний, связанного, как управлять, куда идти, вообще какие цели ставить, причем медицинеры, они и такие вложенные, то есть есть личные цели, вообще кто я, куда я, чьи я буду и куда я иду. Сколько мне надо, ну я хочу жену, тоже очень, кстати, очень важный вопрос. Сколько я хочу детей? Как я хочу это все дело кормить? Возьму ли я ответственность на себя? И вот здесь сейчас я чуть-чуть расскажу теории, очень интересные, кстати. Теория называется психологический возрастар. Почему, например, вся информационная работа идет на вас на 20 лет? Вот как нужно взять и перехватить управление, и сказать, что все, что в этой стране, все, что связано с вашими родителями, это неправильно, а все, что модное, правильно, это так. Психологический возрастар. Ось Х и Ось Игра. Очень интересная такая магическая штучка. Значит, видно всем, да? Я как-нибудь упаду? Нет? Давайте я вот так вот сделаю. Так видно? Вот, я буду рисовать, да? Значит, Ось и Ось Х. Это от нуля. Производство материальных ценностей. Вот есть такие самодостаточные люди, у которых, например, генерируется наличность по итогам месяца, там, 500 тысяч долларов. Он сам зарабатывает. Причем, по найму, не по найму, дело десятое. Вот сюда потребление чужих материальных ценностей. Ну, то есть, сидеть на шее на чьем-то балансе. Да? Установление своих правил жизни, подчинение чужим правилам жизни. Вот такая вот Ось Игра и Ось Игра. Понятно мысль, да? Вот здесь человек зарабатывает сам, здесь он ест, ну, сидит на шее. Здесь он подчиняется им команду, ему говорят, вот делаешь от сих до сих, берешь по горшке, кидаешь подальше, он говорит, так точно исполняет. А вот здесь он говорит, мама, это я. И сам установлен правил. Понятно, да? И вот если взять рождение человека и нарисовать видеоокружность, а вот это все финиш, да, смех, то получается психологический возраст. Смотрите, подчинение чужим правилам и сидение на чужом балансе. Это называется у нас причем от нуля, как правило, до 12 лет. Вообще у старовера, у старобрядцев, у наших предков, которые были до христианской теории, вот в этом возрасте мальчика отдавали папе, а живут женщины до 13 лет. Потому что дальше начинался 9-летний цикл воспитания воинов. То есть где-то здесь 21-24, вот здесь он обязан до воспитываться мужиком. Но это к этому вернусь. Смотрите, детство, да? Действительно, ребенок, ему надо задницу вытирать, сам он ничего не может, ему надо кормить, поить и обязательно давать игрушки. Потому что в этом возрасте дети еще и отрабатывают ролевые игры, они учатся жить в человеческом обществе. Кстати, есть разница между мальчиками и девочками. В детстве, вот как у нас при всем воспитании, у нас кругом дома мамы, женщины, вузы, в школах, везде женщины. У нас, смотря в том, мальчика воспитывать не очень правильно. Не очень правильно, что, например, надо женщину брать. Потому что у женщины неправильная методика воспитания. Ну, например, мама купила ребенку какую-то очень дорогую игрушку, например, какой-то паровоз. Мальчик, нормально. Что он делает? Через полчаса этот паровоз уже разбирается на части. Потому что у него инстинктивно заложена потребность вот сюда стремиться, менять правила. Вы дали мне вот эту штуку? Сейчас. И он начинает ломать. Это нормальное проявление мужского характера. Если мамочка его тут же задавливает. А мужская психика так устроена, что если передавить, он больше соваться вот если туда нельзя раз, два, три, то он перестает проявлять и устанавливать свои правила. Это так закладывается инфантильность в последующих возрастах. У девочек другая ситуация. Мало того, что надо, чтобы она была красивая девка с бантиками там, чтобы было все, обязательно надо, чтобы девочки в детстве были куклы. Те девочки, которые не наиграны в куклы, будут в этом фильме до 12 лет, они будут и доигрывать в последующий фильм. А мы сейчас о них расскажем. И на самом деле задачи, не решенные в этом квадрате, переносятся на следующее. Наигранные девочки, которые себя уважают, которые проиграли некоторые социальные роли мамы, бабушки и так далее. Это очень важная вещь программирования психики человеческой. Они становятся теми женщинами, за которыми, в общем-то, ну знаете, вы мужчины, самое главное, что это сражаться за родину и за женщину. Так вот, она становится таким явлением в природе, за которое люди могут и нас не паять. То есть, для этого она должна соответствовать. А это закладывается папой и мамой, потому что дети бы сами этого не знают. Дальше, в 13-летний период, вот здесь начинается гормональное изменение. Особенно у мальчика. То есть, оторви и выбрось, да пошли вы все, да не буду я это делать, я это делаю, в 13-летний период. Вот он в мальчиках, да? Здесь начинается гормональное развитие и люди переходят плавно в то, что называется юность. Это вы там сейчас находите. Ну, кто больше, кто меньше. Что такое юность? А, детство характеризуется таким понятием, как потребность. То есть, дети у нас сидят, подчиняются правилам родителей, понятное дело, и сидят на шее у родителей с весом ноги, потому что сами ничего не заработают. Правильно? То есть, соответствует все. С юностью что происходит? Сидим на шее у родителей по-прежнему, с весом ноги, но поскольку есть гормональное изменение и у мальчика, и у девочек, которые связаны с сексом, прежде всего, с остановлением половой инфраструктуры личности, то возникает такое явление, которое называют пара болтов. То есть, мальчики и девочки должны среди сверстников начать устанавливать правильно. И вот тут начинается вот этот гормональный характер. Это поколотить понты между своими, повысить свой статус среди равных. Понятное дело, со взрослыми, поскольку мы у них на балансе, мы найдем, как смонитировать, но тоже мы нервы попортим, потому что гормоны, внутренняя структура гормональная любого развивающегося молодого организма требует я. То есть, надо поставить свою личность. Это, кстати, тоже задача очень важна, если... Я извиняюсь, я вижу, что люди смотрят и не видят. Если вот эту задачу не решить в юности, эта задача переносится на следующие двери. И так получается, что некоторые 50-летние не нагублены. Вот это называется «я хочу погулять». Да, у юношества. Погулять. Это и есть решить задачу становления своего. Я среди равных. Гуляем же, что мы не действительно специалисты, а мы гуляем со своими сердцами. Понимаете? Значит, поскольку детство характеризуется у нас словом «потребности», то юность у нас характеризуется словом «желание». Гормоны требуют желание, прежде всего, сексуального «потребности». То есть реализовать себя в этом направлении, попробовать, попробовать по возможности. Так, так, так. Тут есть воспитание, есть несколько сдерживающих моментов. Например, в русской традиции до наполеоновских войн жениться мужчина до 21 года было запрещено. А девочкам разрешалось в 16 лет. То есть это все было вот в этом квадрате. вот если тут... Если есть вопросы, можно сходу задавать. И как быть, если там 16, а там 21? Нормально же. А вот счетов. На этот счет, наполеоновый вторжением в Россию, сказал следующую фразу. Говорит, я не вижу проблем с Россией, кроме одной. Там есть одна большая проблема. В год русские бабы рождают полмиллиона солдат. Ну, то есть с рождаемостью все было хорошо. То есть было настолько сбалансированные отношения разных возрастов, что это создавало возможность... А я потом расскажу, зачем нужно много русских? Вообще, зачем нужен русский миллиард? Причем русский, я в данном случае говорю не только что русский, голубоглаз, это я говорю все русские, это прилагатель. То есть есть русские тоталии, русские евреи, русские арменики. Потому что русские этнически называются руссы, руснаки, русины, литвины и другие народы, которые сейчас не меняются. Взяли, подменили, сделали прилагательное дни типа великороссы, малороссы и так далее. На самом деле, точно так же, как татары, альбяне и евреи, русы, руснаки, литвины, русины, которые живы на Западной Украине. Это вот этническое название. А русские имеются в виду те, которые между собой говорят на русском языке. Как в языке международного общения. Вот здесь есть очень хитрая точка, которая знаменовывает переход из юности в так называемый проектный возраст. Точка называется, не смейтесь, точка Гамлет. Пел не смейтесь, и тут же. Точка Гамлет. Кто знает, что такое? Кто такой Гамлет? Ого-го, и написал Шекспир. И все время Гамлет повторял одну и ту же фразу. Как она звучит? Быть или не быть. Быть или не быть точно относится к мужчине, который проживает 21-24 год жизни. И на самом деле эта точка символизирует переход от сидения на шее чужом, ну, родителей, сидеть на чужом балансе и начинать переходить на свой баланс. Что значит переходить на свой баланс? С 24 года. То есть получается 12-летний цикл. Помните китайский календарь? Каждые 12 лет все живут для меня. Ну да, то есть лошадь там, это мусли, кстати, календарь. Просто для потом скажу, если вы взяли. 24-й год это то время, когда мужчина вообще-то должен жениться, взять на себя ответственность. То есть он должен для себя рассчитать силы и средства, сказать, вот это дальше буду делать я и взять на себя ответственность за семью, за предприятие, за фронт работы, который она себя берет и суметь генерировать такую наличность или ресурс, чтобы это все хозяйство прокатило. Если мужчина точку гамрита не переходит под теми или иными предлогами, ну например, продолжает жить с мамой, а ему уже под 40. Семьи нет, детей нет, он ходит довольно наемно и на работу, ну как бы все хорошо, но при этом по всем критериям оценки, даже кадровый, ну то есть я, например, как офицер, который будет набирать там подразделение от того, чтобы пойти на вылазку, я буду прежде всего выяснять, а вообще, чей ты будешь? И вообще, что ты из себя представляешь на сегодняшний день? То есть если мне, 28, я ехал недавно на такси, простой пример, парень москвич, два года живет в Симферопове, он непростой, то есть у него родители стоячие, там машина, все дела было, но его все время хотели жить, а ему было подвести, ну то есть по этому критерию как бы запасно, но он познакомился с девочкой в Симферопове, женился, начал строить дом, в Симферопове, купил участок, а купил у него как? Он не начал делать сроки, он продал свою машину, у него был там ланцев какой-то десяток, Митсубиси, купил за 250 тысяч в Москве мини-бэнчик, такой исправленный руль он тут, и вот он таксует, строится, и живет с женой, которая скоро рожать, и он живет на квартире с ними, и он мне рассказывает как правильно жить, что вот мне мама все время хотела там женить на своих покровских, папа меня хотел там женить, а я говорю, не надо, он вовремя, всему свое время, и мне реально человек рассказал о том, как он прошел точку гаммли, он взял ответственность на себя, он строит дом, у него есть жена, она скоро родит, ему 30 лет, ну ничего же, бывают зазоры, это состоявшийся мужчина, который точку гаммли так перешел, он на вопрос быть или не быть, он сказал, быть, а есть некоторые люди, которые даже в 35 на вопрос быть или не быть, говорят, не, не быть, не брать на себя ответственность, жить с мамой, жить там с папой, жить на чьем-то балансе, кстати, ему работу по работе, если будете работать на древесернике, будете подровать храме, и так далее, это очень важная характерио оценка персонала, вот эта психология сидеть на чужом балансе остается у людей надолго, если они не берут на себя ответственность, что девочки, что мальчики эту точку гаммли переходят, они стремятся, будут, ну как это выглядит на работе, я прихожу в 9, я работаю с 9 до 5, я работаю за часы, вы мне в неделю положите зарплату, что я делаю, это вообще дело 10, возможно, я вообще ничего делать не буду, вы мне придите, расскажите, что я должна сделать, или должен, помогите мне сделать, фактически сделайте за ним, и заплатите мне за часы, вот это психология юношества, человека, который не взял на себя ответственность, кстати, а, ну там, точка гаммли, это все понятно, кстати, надо сказать, что судьба, особенно русская, расслаблется, что точку гаммли приходится переходить несколько раз, бывает так, ну то есть, например, поднялся человек, причем бывает, поднялся не сам, очень много, например, детей, стоячих родителей, есть такое понятие, да, то есть, папа с мамой построили какое-то предприятие, либо работают в государственной структуре, либо там занимаются какими-то, ну управленческими делами, кстати, поговорка на эту тему, знаете, какие две основные проблемы юриспруденции, это не занос и не дозанос, ну понятно, да, то есть, есть доходные статьи у родителей, которые там возникают как бы не только из-за позиции, и получается, что такие родители за свой ресурс, например, устраивают человека на какую-то должность, и он реально в первые годы там приобретается машина, у него нормально с ресурсами, то есть, клан или семья его обеспечивают, не в прямом, они ему деньги так не дают, они его поставили на денежное место, но вдруг происходит крымская весна, вдруг происходит всякие там настоятельства, все рушится, и этот человек вынужден с насиженного места в денежном упасть, перейти куда-то на вольное хлебо, и вот здесь, получается, человек вроде бы был здесь, семью сдавил себе житель, ребенка родил, и как только жизнь проверяет наршивость, то ясняется, что вообще-то он здесь, и точно так же это сам он не переходил, это не выученный урок, который мужчина обязан все равно в жизни пройти сам, некоторые его так и не проходят, остаются юношами на всю оставшуюся жизнь, и даже иногда на пенсию ходят лучше, не реализованы, не выучившими уроки вот в этом квадрате, кстати, к теме нашей сегодняшней встречи, весь телевизор, весь глянец, все женские журналы, интернет, порнография, порнография, это что, обращение и посредство гормонального ухода, и вообще все, что связано своей свободой и непринадлежностью к каким-то принципам, все обращено на какой-то, на вас, с чем я вас и поздравляю, с этим надо уметь обходиться, то есть, люди, которые здесь, они уже будут на это все, так, фиолетово, это нас не касается, потому что здесь есть цели, ну, есть планы, есть цели, знаете кто-нибудь, в чем разница между планом и целью? Цель это уже когда существует, а план? Нет, это все, это все, план это когда ты точно знаешь, как ты этого достигнешь, а цель, это когда ты хочешь так сильно, но как этого достигнешь, ты вообще не достанешь, вот это цель, и получается, что здесь есть цели, люди хотят построить предприятие, хотят семью, хотят, там, ну, я знаю, такие малые, которые говорят, по 8, по 10 детей, по 16 детей было у нас, там, в 19-м году, в семье, ну, даже у нас еще в 20-м году, моя бабушка была у матери-проиней, моя мама была, шестая семья, а вообще было 10 детей, сейчас этого нет, это связано, кстати, с тем, что перешли на пенсионную систему, и сельское население вымыли, перегнали в город, ну, это отдельная история, но в целом, у этих людей есть цель, и цель, это уже не связано с гормональным флоном, с остановлением себя, люди себя уже поставили, если человек, ну, девушка, родила, стала матью, для нее, вот это все называется, пустые хлопоты, у нее есть цель, у нее есть ребенок, которого надо кормить, три раза в день, соответственно, возникает договор с мужем, что, дорогой, у тебя может быть цель за горизонтом, но ты, пожалуйста, обеспечь сегодня, сейчас, вот здесь и сейчас, то есть, женская технология краткосрочная, материализация, мужчины любят там, плавать в облаках, и вот это вот взаимоотношение мужчин и женщин, когда находится баланс, лад, знаете, что такое? Ну, все представляют, что это что-то ладное, да, на самом деле, это путь древней славянской богини Лада, основные религиозные центры, которые находились вокруг Ладожского озера, и вообще, вот все, что касается Лада, оно имеет корни оттуда, ну, это так, золото, так вот, с Гамлином понятно, проектный возраст понятно, люди сами зарабатывают, сами устанавливают все планы, это люди с 24 до 50, ну, вообще-то, с учетом возраста Путина и, если же, это 64, до 70, да, а вот здесь вот, за 64 и дальше, самое интересное, вот это, он называется Копник, Слово это, одно первое, да, здесь у нас потребности, здесь у нас желание, а вот здесь у нас интересы, потому что интересы, это топливо для достижения цели, мы ставим себе цель, заработать, например, миллион рублей, там, за квартал, вопрос, как этого достичь, понятия не имею, начинают интересоваться, начинают интересы, с кем-то законтачить, с кем-то поговорить, перекачать, по-моему, кучу информации, купить станок, или еще что-то, и вот эти интересы, это двигатель души, вот этого плодавания, здесь двигатель души, секс, и пару понтов, а здесь уже цели и интересы, если взять нарисовать временную шкалу, ну, например, сегодня у нас какое-то, 18-е, да, 18-е? 18-е. Ну, сегодня 17-е февраля, да? Потребности. У детей потребности купить сиюную, да, это в рамках одного дня, ну, поесть три дня, ну, три раза в день, да, это вот получается вот такое, вот временное для вас. Желание. Ну, батчик увидел дедочку, хочет познакомиться, он понимает, что с первого свидания целоваться у нас с ним не будет, но на третье свидание. То есть, временные интересы желания, это где? На три дня неделя, да? Три-семь дней. Интересы. Как правило, интересы всем по уголковским всяким документам, это месяц, по полгода. Некоторые особо успешные предприниматели планируют до пяти лет. Один год, пять лет. Кстати, насчет пяти лет. Когда выпускаются, например, выпускники сильных в бокс-мартеле, случай такой был, выпускники по Молиуму 2006 года сделали эксперимент. Всех выпускников, после этого, знаете, мантик, они там получили свои веки, и посадили в класс, дали ручку, бумажку, сказали, а напишите ко мне подробно, кем вы видите себя через десять лет. Максимально подробно. И эти люди взяли и написали на листе бумаги. Эти все листочки складировали и через, по-моему, сет лет подняли. И посмотрели. Оказалось, что выпускники 2006 года вот так вот процентов на 80 соответствовали тому, что они написали. То есть степень реализации планов, она была у них максимально высокая. Это все равно с серфингом, вы, может, слышали, да, с вот этим вот планированием. Как только ты себе в голове рисуешь картинку, какой ты хочешь дом, какого цвета машины, там, сколько вам будет вам центральный звонок, там, где так, особенно это девочек касается. Они-то сами без энергии ям могут не реализовать, им надо мужчина, но они очень хорошо занимаются вот таким вот визуализацией. Мужчина-женщина, они вот как в паре, они могут визуализировать свое положение. И получается, что мужики, мы мальчики, мы набираем опыт со временем, а девочки рождаются на нем. Мы чурканы, бесчувственные, а вы все знаете на грех. И вот это соединение вот этих вот составляющих, оно, как правило, может быть успешным своим. И получается, что выпускники всего лишь написали на той страничке, что они хотят, и те, кто написали, у них эта картинка вложилась в голове, они этого достигли. Получилась визуализация, материализация картинки будущего. Но верно к церковникам, здесь интересы. А окопники, ну, от слова «копная правда». У нас сейчас римская правда, а до наполеоновских войн в России была «копная правда». Смысл заключался, это тоже демократия, это другая форма. Смысл заключался в том, что до парламента, ну, да, выбирались «копная правда». Условия выбора «копная правда». Туда не могли попасть женщины, не могли попасть отщепленцы, гомосексуалисты, любые люди, не перешедшие точку планкета. Там могли быть только люди, достигшие 50 лет, и обязательно, чтобы у них было не менее трех стоячих, женатых, сыновей, со своими хозяйствами. То есть эти люди, достигшие 50-летнего возраста, у них не может быть сиюминутных интересов, там, купи-продай, загони, там, вагон, апельсинов, на это ларис. У них всегда возникает вопрос ценностей. А что будет с этой территорией через 10-15 лет? Их интересует, что будет со мухами. Поэтому у «копников» движущим топливом является ценность. А это горизонт планирования, я вам скажу, минимум в одно поколение, то есть 20-25 лет. Копники, они самодостаточные люди, они по-прежнему генерируют наличность. Они не устанавливают правил сиюминутных, но тем не менее, не все «копники», из них выделяется особая группа вот этих старейшин, которые, собственно говоря, являются концептуальной властью для проектного возраста. Тут получается, на самом деле старики подчиняются самой активной части населения, но часть стариков, которые становятся концептуальной властью, вот знаете, старейшими, в восточных, мусульманских, там, государствах, да, есть все равно группа особых, уважаемых людей, старейшин, которые, говорят, как оно должно быть, и все им подчиняются. То есть у квадранта они подчиняются вроде бы основной своей власти правилам вот этого поколения, но есть особая группа, которая может стать концептуальной власти. Это вот что касается психологических возрастов. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с информационной войной Запада против нас, как против региональной цивилизации. Никогда не задавались вопросом, почему Запад, ну, такой вроде бы сильный, а состоит из мелких таких государств, камня, как это там, ну, Голландия. Голландия по полной территории даже меньше, чем Казахстан. А тем не менее, центр концентрации глобального управления. Вот эти маленькие государства, со своим опытом управления такими небольшими государствами, нам диктуют, как нам управляться, как нам жить, хотя на самом деле мы на протяжении тысяч лет управляем вот такой вот территории, от Тихого океана до Польши. И получается, что они нам страшно завидуют, поскольку ресурсами мы обеспечены. Девчонки у нас самые красивые, вот так вот. То есть поедет назад вот и посмотри на этот ужас, и ты поймешь, что жить там не стоит, лучше донуться на родину. Ну, это если рассуждать титаренко на родину. То есть там есть определенная жаба, связанная с экспансией. Вся история человечества связана с тем, что Запад занимался грабительскими войнами, летали с нас в Польши. Ничего у них не получилось. Что взять Владожская битва на Чудском озере, что взять Смуту 1612, 1613, Гитлера, это звенья одной цепи в тысячелетии примерно равномерно расставлены. Я не пришли к выводу, что победить военным путем нас невозможно, но нас очень можно раскрыть. То есть всячески, поскольку вот этот квадрат реагирует на все, что связано с гормональными, сиюминутными вещами, картинки, хорошая одежда, понты, то в принципе заняться вот именно вот этой вот и весь глянец телевизор занимается непосредственно раком. Основная идея, которая заключается в этом мессендже, заключается в том, что связь времен вот этого квадрата с этим и особенно с этим разорвать. Чтобы вы даже не думали о том, что думает об этом бабушка. У Марка Квена есть знаменитая фраза. Пока мне было 14 лет, я считал своего папу таким тупым, но когда мне стало 21 год, я понял, что за эти 7 лет он страшно полдня. Вот примерно вот эта вот ситуация. То есть получается, что западные товарищи не глупые, у них есть 112 институтов, которые научно-исследовательские, которые изучают наши психотипы. У нас таких нет, у нас только есть отдельные там мельцы, которые это делают, но у них институты, они в это вкладывают деньги. Знаете, какая самая главная цель этих институтов? 112 институтов научно-исследовательских, которые изучают славянские психотипы. Они изучают смеховую культуру, взаимоотношения обвалов, юмор. Они изучают массу таких тонких вещей, которые, собственно говоря, позволяют им приблизиться к нам, как к слону, и одним ударом этого слона повалить. Вот это основное задание. И получается, что вот через клипы, если посмотреть основной вал музыкального контента типа, то там пропорядуется, например, образ девушки. Первое, распущенный волос. Ну, мистическую составляющую распущенных волос я оставлю не моего бомба тела, но на самом деле вы должны понимать, что это антенны, и вы там черпаете кучу энергии. Особенно, если у вас красота выше среднего, то это сказывается. Надо потом нет циркушки зайти, потому что бывает однократный раз. Особенно, если есть заведющие. раздеты. то есть обнаженная женщина, особенно с пупком, проколотый пирсинг на пупке, знаете, это вообще символ того, что сексуальная рабыня служит храбом. Вообще, в преемственности поколений пирсинг на пупке это означает, что это как лимон. То есть, это сексуальная рабыня с хозяином. Ну, это так. А татуировки? Татуировки. Бывают татуировки религиозные, а бывают татуировки тоже связанные с ремом, тоже связанные с собственностью. Получается, что вообще вся философия Запада, она построена на рабовладении. Основной критерий торговли заключается в том, что нельзя просто отнять и надо вынужденных торговать. Вообще, на самом деле, если им дать свободу, они сюда просто придут и всех обратят в вас. Наша философия, концепция заключается в том, что все народы, которые живут на территории России, чеченцы, как их там не боялись, не любили, но тем не менее стоячие ворусские народы. Татары и казанские, и крымские и все другие народы, их элиты всегда были имперскими элитами в Петербурге при дворе, это еще до Советского Союза. А после Советского Союза так тем более. То есть у нас получается лад на уровне народа. И вот они понимают, что вот этот лад нарушить как-то надо и ничего лучше, как взять второй квадран и поработать с ним, они не нашли. Количество все эти треугольники с глазами и так далее. И особенно стиль поведения связанный как себя вести в обществе. Поскольку второй квадран это поставить себя, это значит еще и проработать модели поведения. То есть поставить себя со сверстниками, с мужиками, подраться по-русски, особенно если кто морально сильнее, надо себя поставить, надо ответить. То есть надо проработать некоторые модели поведения, которые потом в жизни пригодятся. То же самое и женщины, с девочками. И вот они через музыкальную культуру, через клипы, через сериалы, снимаемые русскими каналами, особенно ТНТ. Вот если взять, например, Камеди Клаб. Про Камеди Клаб вы все знаете. И снять сериалы, и посмотреть на сериалы, которые ТНТ снимает, то по большому счету ТНТ это спецподразделение какого-то из 112 институтов, которое отрабатывает все методики о перехвате управления до конца не сматеровавшем с психикой молодого поколения. У нас вроде бы принят закон о запрете, например, пропаганды гомосексуализма прямой. Но количество шуточек о медиках в Камеди Клабе, вот если просто сиск, скальпляр, вы посчитаете, выше среднего. И вроде бы не попадает под преследование по этому закону. А на самом деле попадает. Если посмотреть, например, количество шуточек о распущенности, или даже взять, например, помните, была команда КВН Ставрова, Оля Картункова. Такая толстая, она командовала вот этой командой. Она, понятное дело, она тоже, кстати, молодая, из второго квадранта не вышла. Вообще все команды КВН они в том квадранте. Она через сценаристов, которые ей пишут тексты, проповедует стиль поведения очень смешно, очень легко усваивает, который называется «Хамка всегда победит». Причем сделает это красиво, что все еще поржут и скажут «Вот так вот и надо себя вести». А этот стиль поведения вообще неприменим к маме будущей, к верной жене, к подруге. Мы тоже им с подругой. Все остальное вложим на список. Она никогда не будет подругой, она всегда будет стоячим командиром, поскольку есть нереализованность сексуальная, соответственно, надо суббинировать как-то с другостью. И получается, что она стала хорошей машиной для ретрансляции таких моделей поведения, которые на самом деле усваиваются всеми хорошо и все у себя закрепляют на неосознанном уровне, все закрепляют модель поведения типа «Чем ты хамее себя ведешь, тем лучше тебя воспринимают и твоим шуточкам смеются». Так же в комедиклайме, так же на ТНТ происходит. И так происходит подмена поведенческих стереотипов. Благородствами становится меньше, участливости, чуткости, эмпатии. Знаете, вот посмотрел на человека и за 2 секунды понял, что мы себя представляем и понимаешь, как надо себя с ним вести. Это называется эмпатия. Кстати, пикап. Есть такая теория и практика называется «односекундный и двухсекундный взгляд». Сейчас вам скажу. Мальчиком особенно во втором программе, но надо же с девочками ознакомиться. Технология знакомства состоит из двух ключевых моментов. Первый называется «односекундный взгляд». Что из него надо знать? Идут люди по улице и встречаются глазами. ненавязчивый взгляд длится одну секунду. Двадцать два. Раз встретились с глазами, разошлись и пошли себе дальше. Этот взгляд называется «взгляд без опасности». Девочка посмотрела на человека за одну секунду сразу просканировали подсознательно, ответили на вопрос «представляет опасность?» «Не представляет». То же самое «он». Он только ответил на другой вопрос. «Опасности-то девочка не представляет, но на самом деле есть вариант или нет? И не разошлись на то. Есть двухсекундный взгляд. Он называется «две секунды». Это уже более навязчивый взгляд. Это когда раз и посмотрели и отрелистят. Опа! Это взгляд интересов. То есть представьте себе я иду в маршрутке, сиденья стоят так, чтобы грудь напротив другу. Правильно? Мы даже снимали а я киношколу веду и мы даже снимали такую короткометражечку называется «Переген». Ни одного слова односекундный взгляд, односекундный взгляд, двухсекундный взгляд, а потом парень начинает пялиться вот просто, смотрит и смотрит. Девушка отворачивает взгляд, а потом задает вопрос. Ну и дальше начинаются такие прикольные лужинки, без слов, но в принципе знакомство состоялось, люди даже еще полуслова не сказали. В двухсекундном взгляде есть одно очень важное энергетическое составляющее, это адреналин и гормональный фон такой, что как только вы встречаетесь с двухсекундным взглядом, энергетика у каждого человека, девочки, мальчика, она растет. человек собирается внутрь. И если после прекращения двухсекундного взгляда не произойдет, ну, не заговорил мальчик, на протяжении тридцати секунд, энергетика падает. И дальше надо добавлять кучу полуприва для того, чтобы интерес возродил. То есть надо рассказывать анекдоты, надо что-то говорить, вкладывать энергетики. Кстати, очень энергетикое такое дело, что-то говорить. Но это отдельная история. Так вот, вернемся к второму квадранту. Вы являетесь со мной мишенью, течение вас уже и поздравил. Как устроить мир? Знать, в общем-то, полезно. Мы, находясь, ну, я как бывших не бывает, а я такой военный разведчик и директор киностудии, и мне все время спрашивают, почему там? Вроде бы военный, вроде бы киношник, сейчас вот журналист, телеведущий. А я, наверное, кавкоз для себя ответил так, что это все профессии относятся к категории человек-человеку. Есть категории, профессии делятся на человек-машина, человек-знак, гладератор, ученые, а есть человек-человек, это коммуникатор. Это тот человек, который обладает знаниями, способностями либо природными, либо преобладенными к управлению. А поскольку я визуализатор, я зову по производству разного контента, я мультикер, студент, клик, седьмая, а я сейчас, кстати, снимаю вебал, художественное, называется учитель физики, желаю познакомиться. О, прикольная история. Седьмая школа, в базе седьмой школы я веду его школу, уже почти год. Оказывается, город Сильферополь это не город только чиновников и апельеров, это город физики. У нас есть, во-первых, улица Хурчатова. Кто такой Хурчатова? Отец атомной бомбы. И большую часть сознательной жизни он прожил вот здесь, вот, за Пролетарской пошла улица Хурчатова туда, в сторону Теректора. Он на этой улице прожил примерно 30 лет. Он, отец атомной бомбы, вообще, он родился не здесь, но прожил большую часть сознательной жизни. Мало того, здесь еще жил человек по фамилии Иофе. Он определенное время был ректором факультета физмак в нашем университете. Хочу сказать, что в конце 50-х году этот факультет поднялся и перенесся в Москву, и так образовалась инфеки. Поэтому город Сильферополь это город физики. Соответственно, разбиралась идея, поскольку в Сильферополе фильмов нет, город нелегендированный, вроде бы не море, не красивые пейзажи, а история колоссальная. У нас 1-я гимназия только чего стоит. 1-я гимназия выпустила колоссальное количество государственников, спиндианров, аэсообски и так далее, и так далее. то о Сильферополе надо снять в виду. О чем? Непонятное дело 45-летнего учителя физики, который хочет возродить Сильферополь как классу физики. Он выпускников своих выпускает так, что они свои поступают в инфекции вообще без репетиторов. Ну и дальше романтическая комедия, что 45-летний мужчина, который вернулся за точку Гамлета и пытается ее, он развел самовый сын, но он, нельзя сказать, что он на чужом балансе сидит, он что-то зарабатывает, но вы знаете, что у нас в стране учителя и вредники на самом деле зарабатывают не очень. И он пытается этот вопрос решить. Он пишет учебник федеральное по учению физики и выигрывает гранты. На написании учебника примерно 10 миллионов рублей. В общем, это сюжет. Там, в основном, все вокруг любовных историй этого 45-летнего человека, у которого 15-летний сын, жена больше все время говорит, и когда займешься своим сыном? Он меня за утром увидел. Он все время сидит, играет в танчики, я его прошу что-то сделать, а он ничего не делает. И он начинает с сыном общаться вот на какую тему. Дело в том, что у него 12 лет, он начинает вступать в отношения с девочкой. У него возникают вопросы. Он начинает задавать отцу вопросы о личной жизни. Отец, ну, на розыске, он сразу не понимает в связи с чем. Ну, может, мама настраболила, наговорила, и он пытается найти повод для угрёвок. А сын говорит, ты не обидься, просто, что я там про личную жизнь. Просто она у меня тоже началась. А тут женщины же столько, что я просто сам не справлюсь. Женщины дома, женщины в школе, а если бы там всех строят? И тут я с девочкой познакомился, она мне очень нравится, но она уже манипулирует и говорит, тебе какой уйти до лофонского телефона? Ну, и сразу раз и погасила пацана. А у него там телефончик какой-то был. И он пришел к отцу и говорит, пап, я уронил телефон у нас. У мамки денег нет? Ну, и так далее. И, в общем, получается, что старый, ну, как старый, 45-летний мужик, который пытается устроить свою личную жизнь в паре со своим 15-летним сыном, который на своем уровне пытается устроить свою личную жизнь, они обмениваются опытом, вообще, как женский мир устроен. А устроен, не просто. Так вот, я про что хочу сказать. Поскольку вот сюда обращено основное воздействие телевизма, эльянса, всех сериалов, причем даже наших русских, потому что наши русские кинокомпании, как правило, в титрах имеют и универсал, и так далее, и так далее, концептуальная власть находится за рубежом. И поэтому все, что происходит на ТНК, это на самом деле, чтобы у вас, вы не попали вот в этот квадрат, чтобы у вас не было по 5 детей, чтобы вы не управляли там заводами, пароходами и не сказали, что мама, это я. Он на самом деле приличный, но смысл на него звучит следующее. Сидит мама, после кого-то выпившая работа, по-моему, на стук, дверь, а кто там? Сынок оттуда, это я. Она говорит, нет, мама, это я. Так, смысл заключается, я этот пример привожу в том смысле, что стоячие люди, которые перешли точку граммы, вот это люди, которым перехватить управление невозможно. У них есть интересы, у них есть семья, у них есть ответственность, у них есть предприятие, либо они работают на каком-то доходном месте. Вот моя задача, чтобы вы застегли вот этого квадрата и сказали, что жизнь удалась, потому что вот в этом квадрате жизнь ничего не удалась. А, так вот, поскольку я кинопроизводитель, снимаю кино, моя задача компенсировать вот этот поток оттуда и создать фильмы, которые бы были обращены вот сюда и вот сюда. У нас, если посмотреть все детское семейное кино, оно все глядится по своему мнению. Мультики, мы сейчас все дети с гаджетами, ну, когда дети мешают, а родители там либо зарабатывают, либо занимаются своими делами, они смотрят, какие мультики? Запутные. А запутные мультики тоже на уровне визуальных образов проповедливают стереотипы хамства, нечуткости, непонимания ближнего и так далее. Там на самом деле вложены матрицы поведения, которые потом по прошествии 12-летнего возраста вот тут вот жару люди дают. Тоже распитанные на каких-либо фигуальных образах. Выход только один. Делать контент, который бы это дело компенсировал. Поскольку все они, как сейчас, не волны, папы, как правило, гоняются за 3 рублем и внимания детям уделяют меньше. Дело в том, что в Советском Союзе свободного времени у людей было больше. При том, что зарабатывали вроде не так, как сейчас, не ездили на таких машинах, но свободного времени для того, чтобы заняться семьей, заняться детьми, поговорить, почитать книжку, пообщаться, связь времен сейчас этой связи времен нет. Родители не знают, что там будут внутри у ребенка, ребенок не знает, чем занимаются родители. Вот разрыв переклада управления, он и происходит. Компенсировать это быстро не получится. Мокрые помощи фильмов, мультфильмов, которые моделируют правильное сериаловое управление, это может быть. Ну вот, примерно то, что я хотел сказать. Не скучно. Не скучно. Да? Задавайте вопросы. Можно? Да. Позвольте, что, как бы, такие фильмы снимаются, для управления, как бы, с нами, в нашем сознании, но эти фильмы также снимаются и там, это просто, нам придется вперед, так же самое не положится и с пираной попаян. Или так, по-моему, а мы должны посмотреть, какие цели там. На самом деле, да. Они делают это для всего. Основная цель, ну, во-первых, надо понять вообще, в каком мире вы живете, когда вы живете. На этой планете живут две цивилизации. Есть такая классификация, знаете, слышали, не любят. Они могут внешне находиться в таком же деле, в таком же деле, у них ничего не скажешь. А на самом деле, у них философия такая, что не своим трудом, а при помощи, ну, есть даже целые религии, которые построены на добывание богатства из ничего. Что такое богатство из ничего? Это значит, я работать не буду, хуже ты рода, ты будешь мне дома. Богатство из ничего делается, например, такими вещами. Суперимация. Вот, например, люди взяли взаимодвадцать тысяч, а через четыре месяца там уже четыре плеча. Удовольствие. И вот сейчас, слышите, там, по коллекторам пошли, коллекторы там чуть ли не гранаты бросают, должникам, но всячески пытаются выиграть. Это называется богатство из ничего. Они не работают. Они нашли себе работу, замаскированную. И они пытаются с них получать. Философия вот этих нелюдей, которые на самом деле очень много влияют на концептуальную власть всего человечества. Это с кого получать? Философия людей заключается в как заработать, как построить, как уладить, как вот этого человека пристроить, чтобы было ладно. То есть, есть две цивилизации. Примерение не люди. Так вот, этот контент делают не люди. Их задача привести человечество к такому состоянию, когда связи между поколениями вообще будут нарушены. Все будут жесткими индивидуалистами. Все будут, как собаки Павлова. Помнишь, рефлексы там? Да, да. Я показал кусок мяса, слюна потекла. По телевизору то же самое быстро. Прошла реклама, там, какой-нибудь слюна потекла, хочу. И, это называется, спонтанная попутка. Побежал к пункту. Это вот примерно расчеловечивание на уровне, чтобы человеческого типа психики люди не достигли. Их цель в этом заключается. Своих они уже в ногу и опустили. У нас еще до конца это не получилось, но очень эффективно действует. То есть, если понимать их цель, они хотят всех привести к такому состоянию, когда зачипировать вообще ничего не будет. Что такое чипировать? Это значит, что электронный контроль и в принципе любое туловище можно выключить нажатом на кнопочку, если кто-то будет брать на кнопочку. А и не дать ему там, ну, как написано в рухокалипсисе, никто не может получать, его покупать и продавать, если у него не будут печати на челях. Это и есть цель в мире. А мы здесь собрались, условно договорившись, что мы все относимся еще к этим. Поэтому, соответственно, надо выстраивать стратегию как выжить. Основная проблема, я же к оптикам отношусь, меня интересует, что будет через 20-25 лет. У меня тролль детей, я там, ну, состоялся, в том числе, смысл. Но я понимаю, что без моего малыша, например, через 20 лет у вас может не получиться противостояния. Вам надо кое-что рассказать. Вот, собственно, для этого мы и встретились. Ну, счастья, здоровья, успехов уличного сера. Спасибо. 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 Продолжение следует...